Говорят, что глубина здесь вот так полтора километра. Но мы так глубоко спускаться не будем. Нам нужно спуститься 180 метров. Что-то падает. Бывает, вот так спускаешься по таким обыденным лестникам. Короче, какой-то камер срывается. Каска очень классная штука на самом деле здесь. Очень мокрый здесь, ребята. Я в ОЗК спускаюсь. Наш спуск длится уже около часа. Офигеть, смотрите, какой вид. Вон сверху земля. Кстати, снизу вон там какой-то туманчик. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Трейсер. Смотрите, какое красивое место находится у меня за спиной. Я нахожусь в городе Кривой Рог. Здесь очень много шахт, в которых добывают железную руду. И из-за того, что было очень много шахт, иногда в земле бывают такие вот провалы. Вот этот провал один из самых, наверное, как по мне, красивых. Красивый он тем, что он очень глубокий. Смотрите, туда вниз глубина, говорят, 286 метров. Но мы знаем, что там больше, наверное, 300 где-то метров. В общем, как вы поняли, сегодня в видео мы будем спускаться туда внутрь. Я, конечно же, сегодня буду не сам. Вообще, наша экспедиция вот эта состоялась благодаря такой поддержке, помощи клуба экстремалов. Или как вас правильно назвать? Мы команда Дангелон Кривой Рог. Мы организуем экстремальные походы, экскурсии и путешествия. Милости просим к нам в Кривбас. У нас тоже есть свой YouTube-канал. Можете найти нас в интернете, в социальных сетях. Вы будете рады. Приезжайте. Мы покажем вам невероятные места Украины и Кривбаса. И посмотрите на невероятные фотографии Кривого Рога. Да, я оставлю на ребят ссылочку в описании. В общем, как вы поняли, вместе с ними мы сейчас, вернее, мы уже там были. Это мы уже как бы вылезли. И решили снять такое вступление. На самом деле, экспедиция была очень крутая. Мы были под землей где-то 13 часов. В общем, спуск в вот эту воронку очень-очень крутой, очень сложный. Мне, короче, понравилось. В общем, приятного, ребята, вам просмотра. Итак, ребята, не было времени снимать, как мы тут готовились. В общем, ребята уже залезли вон туда внутрь. Вон торчит чья-то мочка. Здесь у нас осталось совсем мало вещей. Сейчас мне нужно будет их подать туда и вниз спуститься уже к ребятам. Ну что, ребята, наступила моя очередь. Тоже спускаюсь вниз. Я так понимаю, это какой-то дикий проход. Изначального не было. Здесь было какое-то бетонное перекрытие. И кто-то в нем сделал дырку. Ну, либо она сама сделала. И сейчас мы туда, в общем, и не залазим. Кашка уже себя один раз оправдала. Так, вот давай рюкзак. Бросай, бросай, не бойся. Он все равно грязный будет сегодня. Ребята сидят тут, переодеваются. Я, короче, долез на такой вот дырке. Сейчас нужно пролезть в вот эту дырку и найти, где завязать веревку. Потому что спуск у нас сегодня будет где-то на 180 метров для начала. Потом пойдем еще глубже. С вот этой дырочки дует большой ветер. Но это хорошо. Это говорит о том, что внутри у нас будет вентиляция. И нам будет чем дышать. И мы не задохнемся. Очень большой ветер дует. Хорошая тяга, ребята. Я пролез через вот эту дырочку и не снимал, потому что цеплялся вот этой вот системой. Очень неудобно было. Сейчас мне передают веревку, по которой мы будем спускаться. Вон туда вниз. Здесь, кстати, смотрите, такая шахта. Ладно, потом посвечу лучше, покажу. Веревка на месте. Пролазит Денис. Тяжеловато тут, да, пролазит? Пролазит Денис. Система цепляется, да? Да, пролез. Пролез, это хорошо. Посвети туда внутрь. Я хочу своим зрителям показать, какая здесь дырень большая. Так, сейчас выключите фару. Да, давай максимальный свет. Итак, ребята, мне передали мой нормальный свет. Смотрим туда вниз. Говорят, что глубина здесь вот так полтора километра. Но мы так глубоко спускаться не будем. Нам нужно спуститься 180 метров где-то. И потом уже пойти в сторону. В общем, привязали веревки. Сейчас начинаем их опускать вниз. А вон через ту маленькую дырочку мы пролазили. Я пошел первый туда вниз. Одел на себя такое вот ОЗК, потому что сейчас меня будет подмачивать водой. Короче, пошел я вниз. Маш, какого тут подержать чуть-чуть? Только не отпускай. Быстрее, тяжело держаться. Да ладно? Да что-то ладно. Там уже тряси. Первый спускается вниз. Брошай, быстрай, да. Да, держу. Там привязана, а сейчас кайфу. Да, да, да. Ай. Ну что, давай быстренько погнали. Ребята вниз, чтобы вы понимали, полтора километра. Но мы в самый низ не пойдем. Я спустился чуть-чуть для того, чтобы, ну, помогать веревке попасть именно в вот этот квадратик, а не вон туда, в вот эту яму. Ну, кстати, здесь уже мокрые стены, здесь какая-то влажность. Для этого мы делим ОЗК, чтобы не быть мокрыми. Видите, ребята, здесь есть вот такие вот швеллера. Они обрезаны. И с той стороны, я не могу туда повернуться, потому что я неудобно очень стою. Короче, с той стороны они в стенку входили, и таким образом они укрепляли вот эту шахту. Ну, как бы всякие металюги посрезали здесь металл. Здесь, я так понимаю, они очень много вынесли металла. Оставили лишь такие вот кусочки, на котором я сейчас стою, и протравливаю вниз веревку. Вот тут тоже у меня срезанный швеллер. Ну, и получается, эти швеллера саму шахту вот эту очень сильно укрепляли. Ребята говорят, что, ну, шахтеры здесь на большой глубине добывали, если не ошибаюсь, железную руду здесь добывали. Может, я, конечно, ошибаюсь. Ай, прям в гупрошку камень упал, прикиньте. Хорошо, что я в каске, и моя голова в безопасности относительной. Так вот, получается, они срезали вот эти швеллера, и, как бы, целостность этой шахты немножко нарушена. Здесь везде течет по стенам вода. Вот здесь такое уже трухлявое дерево. Давайте его вот так рукой попробуем. Оно просто вот так, как пластилин. Даже пластилин, наверное, более твердый. Короче, я надеюсь, что эта шахта не обвалится. И мы выберемся наверх. Самое страшное, что нам потом вверх придется где-то 200 метров ползти по вот этой вот веревке. Посмотрите, ребята, каким ручьем здесь течет вода. А чем ниже будем спускаться, тем воды будет больше. Итак, ребята, ко мне наконец-то спустился второй человек. Нас планировало спускаться пятеро. Будет по факту четверо. Здесь стоять, ждать, когда спускаются люди, очень страшно. Потому что, когда спускаются люди, летят вниз камни. Даже маленький камушек, разогнавшись, вот эти несчастные, пока что 20 метров, очень больно бьет тебя по телу. И еще иногда бывают большие камушки. Но мы все в касках. Коля говорит, что ему в каску прилетел камень. Мне тоже прилетали в камни в голову. Но, слава богу, все хорошо. Итак, ребята, вот эти балки, на которых мы стоим, они очень сильно, ну, как будто в кислоте какой-то растворились. Не знаю, может, это коррозия таких уничтожила. Я, короче, спустился еще ниже, потому что сверху вдвоем стоять не совсем безопасно. Смотрите, из чего у нас состоят вот эти стены. Внутри дерево, которое уже загнило. И сверху просто вот такая вот, типа, каменная кладка, если это так можно сказать. Кстати, спускался я. Здесь по дороге была лестница. По вот этой лестнице я не спускался. Смотрите, вот здесь она еще толстая, как, допустим, там полтора моих пальцев. А вот в этом месте она уже такая тоненькая-тоненькая. Как будто вот эта вода, которая капает, она просто разъедает вот этот металл. Я не знаю, либо эта коррозия так уничтожает, либо здесь в вот этой воде есть, короче, примеси чего-то не очень хорошего. Может, я, конечно, глупость какую-то говорю, но выглядит это так. Вот, смотрите, почти на два пальца. А здесь уже такое тоненькое. И вот у меня прям я руками вот так, смотрите, могу вот это все... снять вот такой вот пиздец и грязные руки уже. Очень мокро здесь, ребята. Я в ОЗК спускаюсь, наш спуск длится уже около часа. Не то чтобы жарко, но внутри такая просто парилка. Вокруг мокрое все. Короче, мерзко-мерзко все вокруг, очень мерзко. Хочу уже побыстрее спуститься в самый низ и снять с себя ОЗК. Ребята, если что, извините меня за изображение, за качество звука. В общем, мы спустились уже около 100 метров. Смотрите, как коррозия съела толстые швеллера. Они когда-то были толстыми. Лестницы здесь, в принципе, более-менее надежные. Мы кое-как страхуясь спускаемся вниз. Вон снизу вам уже видно свет. Там первый наш горизонт. Сколько здесь? 120 метров? 120 метров. Ну, еще, короче, мне спуститься метров 5-10. Я буду на глубине 120 метров. Что, пошли вниз? Это к***ц, ребята. Смотрите, что со стеной происходит. Оно просто разлагается уже, эта стена. Эти все лестницы. Фу, какая вонь. Смотрите, какой дождь идет. Сука, эти швеллера, они к***я не держатся, блять. Они сатаются. Смотрите. Итак, ребята, я надеюсь, вам что-то видно. Мы спустились на 120 метров. Короче, туда вниз, если смотреть, дна еще не видно. Давайте бросим туда камушки, послушаем, как долго он будет лететь туда. Блин, извините, что такое изображение. Камера здесь все сыро, я весь мокрый, мне даже нечем камеру протереть. В общем, ребята, он долго-долго летел, потом что-то металлическое ударился. Ну, я думаю, он еще долго будет лететь. Кстати, вау. Какой классный вид. Но здесь лучше, конечно, не ходить. А почему здесь лучше не ходить, ты говорил? Под водой гниет древесина. И это наступит, что этот газ поднимется, который ты запах не почувствуешь, но он вредничный. То есть оно типа гниет, и там, короче, углекислый. Я понял. Короче, ладно. В принципе, здесь нечего особо ходить. Здесь, мне кажется, можно только по колене, короче, в болото залететь. Поэтому ждем, ребят. И нам сейчас нужно будет спускаться еще ниже. Вот эта дырка туда, в самый конец, 1500 метров, да? Да, больше полтора километра. А мы всего 120 спастились. Ну что, ребята, мы находимся уже на нужном нам горизонте. Здесь, кстати, очень большое эхо. Глубина 180 метров. Смотрите, что я нашел. Я, короче, иду. Здесь такие рейсы, я так понимаю. По них ездили вагонетки, добывающую здесь породу перевозили. И нашел вот такую штуку. Я не знаю, что это. Смотрите, здесь такой, типа, механизм в обратную сторону. Нельзя его покрутить, только вот эту. Напишите, что это. Я предполагаю, что это такая штука, которой нужно переключать, ну, как бы, рейсы, чтобы вагонетка в правильном направлении ехала. Толя пошел где-то вперед туда. Я его уже не вижу. А ребята сзади будут сейчас на веревках спускаться. Давайте я вернусь к ребятам. Мы дождемся их. И уже вместе с ними куда-то пойдем. На стенах какая-то влага. Очень сыро все. Такие вот белые следы. Идемте к самой вот этой шахте. Иду, стараюсь по вот этой металлической рейсе. Здесь одну рейсу вижу. А вон, кстати, и вторая. Потому что боюсь, что если начнет меня засасывать в это болото, то я хотя бы смогу упереться на рейсу. Ну, или там схватиться руками. Подошел, ребята, к шахте. Вон туда пропасть. Там где-то сверху ребята. Нифига не видно. Это мой налобный фонарик. Я его, в принципе, использую только для того, чтобы светить себе под ноги, чтобы смотреть. Для видео у меня, конечно, есть другой фонарик. Но сейчас не вижу смысла его доставать. Тем более, что он уже начал понемножку садиться. В общем, стою здесь такой в одиночестве на глубине 180 метров. Сам жду, когда спустятся ребята. Толя где-то туда, короче, пошел. Я за ним не стал идти. Решил подождать здесь ребят, чтобы они понимали, что-то падает. Бывает, вот так спускаешься по вот этим аварийным лестницам. Короче, какой-то камень срывается. Каска очень классная штука, на самом деле, здесь. На голову пару раз мне упали маленькие камушки. Один раз большой камень упал. Мне, короче, у меня так рука была слегка поднята, только правая. И на большой палец очень больно ударилась. Сейчас, короче, болит палец. Но, в принципе, уже боль понемножку проходит. Потому что поначалу думал даже, что переломал. Так, что-то там ребята застряли. Кстати, вот так спускаешься метров 30, идет уже такое лютое эхо. И ты, в принципе, не слышишь, что тебе люди говорят. Приходится здесь говорить как бы такими короткими словами. Либо просто на пару слогов растягивать слово. Ну, короче, вы поняли. Потому что, когда ты так что-то быстро проорешь, то из-за эха вообще такое непонятное бормотание происходит. В общем, стою тут сам, спросите, страшно ли тебе? Нет, не страшно. Мне немножко противно, потому что ОЗК, ну, как бы оно не дышит. Плюс под низом у меня еще одна куртка, которая тоже, в принципе, практически не дышит. Она меня защищает от воды. Ну, и как бы очень душно. Сейчас ребята спустятся, мы немножко в сторону отойдем. Там можно будет уже раздеться и как бы нормально в одежде походить. Итак, ребята, мы движемся в сухое место, где можно с себя будет снять ОЗК и ходить уже в нормальной одежде. Не могу сказать, что она будет совсем сухой, эта одежда, потому что... Здесь, кстати, не знаю, видно ли в камеру, но здесь какой-то туман как будто такой плавает. Ну, он не стоит на месте, это хорошо, что он не стоит на месте. Потому что если туман стоял на месте, это говорило о том, что тяги воздуха здесь нету, и мы могли бы задохнуться. А так тяга есть. Кстати, вот какой-то, что это такое? Ковш какой-то. Ребят, вы больше по шахтам лазите. Что это за ковш и для чего он нужен? Скид. Что он делал? Отброс, сброш, порой. А тебе вагонетки загружали, что ли? Да. Сюда, пошли. Сука, это вибростол, он вибрирует и наполняет вагонетки. Короче, тут подъезжают по рейсам вагонетки. Ну, подъезжали когда-то. И вот эта штука наполняла вагонетки. Вот там вагонетки наполнялись, подъезжали сюда и высыпали в этот трудоспуск. Можно... О! О! То есть можно, в принципе, скинуть камень большой и послушать, как... Давайте сбросим. У меня руки заняты. Можете кто-то с вас сбросить? О, ты нормальный такой булыжник. Булыжник такой нормальный. Итак, раз, два. Короче, блин, секунд десять летел, если не больше. Я не могу сюда уйти, потому что я сам не знаю, надо будет. Да, давайте уйдем. Учитывается рудоспуск. Если провалимся в этот рудоспуск, будет, короче, это. Вообще не круто будет. Кстати, ребят, мы нашли вот такие вот следы. Они вроде бы как достаточно свежие. Ну, или они просто не свежие, просто здесь, наверное, давно никто не ездил. Короче, кто-то мотоблоком здесь что-то таскал. Вполне возможно, что кто-то здесь добывает каким-то образом металл. Ну, или это было давно, вообще непонятно, когда это могло случиться. У нас не что здесь появилось. Вот, это наш. Это наш. Так, все. Пропан тустой. А кислород? Что мы нашли? Хрен его знает. Кислород. Пропан. Хорошая штука для... Хорошая разводло. Для залазов. Ну, мы не будем это трогать. Так, идемте дальше, ребята. Так, ребята, вот. В этом месте находится гостевая комната. Где люди, которые сюда посещали, они оставляли свои автографы. Вот, 2012-2013 кто-то был. Рез, нарисуйте свой автограф. Это надо кусочек камушка брать. Я ж ленивый. Нам сказали, что это гостевая комната. А здесь нужно оставить обязательно свой автограф. Что мы напишем? Что мы напишем здесь? Напишем? Голуброс на видео. Трейсер, конечно же. Голуброс на видео. В общем, ребята, если вы здесь будете, пишите свой автограф рядом с моим и отправляйте мне его в инстаграме. Вот я, кстати, вам маркер оставлю вот здесь прям. Короче, ребята, только что Денис предложил мне классную идею. В общем, если соберется на этом видео, он сказал миллион лайков, но миллион лайков это очень сложно. У меня самое-самое крутое видео набрало что-то там 420 тысяч лайков и это за два года. То есть, если, короче, на этом видео наберется 200 тысяч лайков. 200 тысяч лайков это очень много. Но то, что мы сделаем за них, тоже, ну, как бы, очень жестко. В общем, мы спустимся в самый низ, как только, возможно, в этой шахте. То есть, примерно глубина полторы тысячи метров. Чтобы вы понимали, нам нужно полторы тысячи метров веревки. То есть, это очень много. Десять человек с собой. Десять человек с собой, чтобы они, как бы, там, разные куски по 100 метров тянули. Потому что, ну, как бы, это очень много веревки, это очень много денег стоит эта веревка. Ну, так что, короче, 200 тысяч лайков под это видео ставьте. И мы, ребята, с командой Дангион Кривой Рог вместе спустимся туда в самый низ. Так что, короче, не жалейте, ставьте лайки, 200 тысяч лайков. И, как бы, спустимся мы туда или нет, решает каждый, кто смотрел это видео. Так что, ну, я думаю, просто лайк поставить это несложно. Итак, что мы моем? Ох, нихрена себе, ребята. Да тут просто адский пиздец. Офигеть, смотрите, какой вид. Вон сверху земля. Кстати, снизу, вон там какой-то туманчик. Ребят, дайте я какую-то матушку. Я не лезу, я тут стою. Дайте матушку. Итак, ребята, вон низ воронки, вон вверх. Я с вот этой дырки вылез, там где-то Денис. Сейчас бросаю туда вниз веревку и по ней спускаешь. Опа. Да, далеко вниз она, конечно, не ушла. Ну да, почер. Так, жуман есть. Боже, все в глине. Такой грязный, ужас. Я просто сожгу эти вещи после похода. Денис, тут пизда. Я, честно, не уверен, что я, блядь, хочу туда спускаться. Сука. Видел? Охуе, блядь, блядь. Я кроссовок чуть не потерял. Не, блядь, блядь. Сметь. Куку, ты будешь сделать другое видео, что я туда сплюсь. Ребята, тут такая красотень. Просто офигеть. Тихо. Я думаю, лишь бы не начался никакой камнепад. Один, ребята, из немногих моментов, когда я снимаю сегодня свое лицо. Здесь потрясающий вид. Единственное, что меня пугает... Он на страховке, он на страховке. Я на страховке. Единственное, что, ребят, пугает, что здесь много глины и много каменной породы. И вот эта каменная порода в глине, мне кажется, она не очень устойчивая. И переживаю, лишь бы не было никакого обвала. Потому что, как я уже говорил, достаточно просто упасть такому камушку, как кулак. С такой высоты он просто сквозную дырку в тебе сделает. И от тебя ничего не останется. Ну, или просто даже глиной может задавить. Она, в принципе, мокрая и достаточно тяжелая тоже. Самое прикольное, это будет подниматься по вот этой глине обратно вверх. Какие-то камушки как будто летят. Очень страшно, ребят. Вот риса какая-то торчит. Я так понимаю, ее вымыло с какой-то шахты. Ладно, пошли вниз. За мной камни сыпятся, блин. Они падают мне по ногам. Они мелкие, но это очень больно, ребята. Фух, страшно. Это одно из самых безумных видео. Знаете, почему это одно из самых безумных видео? Потому что, когда я на руфе, я знаю, я чувствую, за что я держусь. Я могу потрогать. Я могу на руфе потрогать, за что я держусь. Я верю своим рукам, ногам. Здесь же просто посыпаются на меня камни. И все. Я не знаю, что делать дальше. Смотрите, ребята, что на моей спусковой решетке. Просто капец. Оно все так налипло. Такие руки, что даже, честно, перчатки не спасли. Я просто, в случае чего, очень сильно не смогу даже держать веревку. Я сижу уже минут 10 здесь. За мной почему-то очень долго кто-то спускается. Здесь, на самом деле, настолько страшно находиться. Просто я вот смотрю вверх. Я не знаю, как там видно будет в камеру. Или не видно. Надо мной просто над головой у меня куча камней. И если они сейчас... Я даже буду с громко разговаривать, чтобы они не посыпались. У меня вот такие руки, короче. Я даже не могу их не об шоу, очистить. Я их тру там об камни, об еще что-то. Они просто не оттираются. У меня камера настолько испачкана. Я даже не удивлюсь, если там где-то залеплен микрофон. И меня ужасно слышно. Блин, чуть нос не почесал себе. В общем, вон уже вижу. Веревка дергается. Кто-то ко мне спускается. Короче, веревки не хватило. Ну, буквально метров 40, наверное. До того, чтобы добраться до самого низу. Сейчас не знаю. Если кто-то, ребят, спустится. И у него еще есть кусочек веревки. Мы довяжем веревку и спустимся уже в самый низ. Ну, в принципе, если мы в самый низ не спустимся, я считаю, что то, что мы находимся здесь, это уже очень-очень круто. Решил, пока сижу, скучаю, сделать обзор внешнего вида своего. В общем, это курска, которая практически не промокает. Ну, или когда-то практически не промокала. Это мои джинсы. Они сейчас испачканы какой-то херней. Типа глины в перемешку с пылью железной руды. И, в общем, здесь у нас что? Здесь у нас кроссовочки. Смотрите, какие у меня чисто классные кроссовки. Так, что это у нас на шнурках? Вообще непонятная какая-то лепешка. Давайте ее так туда бросим. Так, бум! Все, улетело. Классный вид, кстати. И вверх туда классный. Правда, здесь сейчас небольшой, ребята, туманчик. И так, как я вижу вот эту дырку в небе, на камеру это не передается так круто. В жизни это просто фантастический вид. Это реально очень-очень-очень красиво. Кстати, у меня кто-то спускается. Я слышу, как сыпятся какие-то камушки. Я переживаю, лишь бы в меня никакой не упал. Несмотря на то, что я здесь сижу уже долго, я наострил уши и слушаю, лишь бы ничего не летело. Если оттуда еще будет лететь, я буду пытаться как-то уворачиваться. Если прямо так у меня над головой что-то упадет, то я, скорее всего, ничего не успею сделать. И если камушек будет большой и разгонится, то, блин, он меня может на смерть убить. Короче, реально, это еще не только одно из самых сложных видео, но еще одно из самых опасных. Мне даже сейчас пока что в голову не приходит, что могло быть опасней. Давайте сейчас возьмем вот такой вот камушек, попробуем его туда вниз бросить. Так, делаем тишину. Если есть возможность, включаем наушники. Вот спускается Коля, и за ним небольшой такой камнепад. Лишь бы у меня никакой булыжник не прилетел. Я не прячусь, потому что большие камни вроде не летят в мою сторону, поэтому, я думаю, будет не очень больно. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, это королева воронок? Да, это королева. А днище находится в той стороне? Днище там. Вот там снизу, да? Спасибо большое. Ну, очень любезно. Фантастический вид. Я смотрю сейчас в камеру, настолько все красиво. Что, я подожду еще кого-то и спущусь вниз. Ребята называют это королевой воронок, потому что среди всех провальных воронок, которые здесь есть, именно вот эта самая глубокая. По неофициальным данным, глубина ее где-то 280 метров, но по факту, по веревкам, я смотрю, ну, как бы тут немножко поглубже. Здесь, наверное, все добрые 300 метров даже будет. Потому что 168 метров мы спустились там по веревках, и здесь веревка 120 метров. Вон ее там конец лежит. И вон, короче, там находится само, собственно, днище. Сложив эти несложные цифры в кучу, получается, что у нас железобетонно тут есть где-то 300 метров. Так, дальше мы спускаемся без веревок. Не знаю, будет ли что-то интересное, но включаю камеру на всякий случай, потому что вдруг зарою еще с носом и пропущу классный кадр. Мы вчера снимали видео, которое, скорее всего, было предыдущим на моем канале. И когда мы закончили снимать, мы там в одном месте очень смешно упали. Я это, к сожалению, не снимал, поэтому сейчас на всякий случай держу включенную камеру. Кстати, смотрите, я спускаюсь. Просто под ногой у меня камни уходят. Вот такой камушек, если упадет сверху на голову, будет бобо. Пойдете дальше. Что? Пойдемте, мужчина. Пойдем. И мы вот так спускаемся, ребят, я смотрю, в принципе, камни здесь не очень большие. Кстати, сверху было очень много мелких камней, здесь уже такие побольше. Вот такой камень, если упадет сверху, он просто убьет и не спасет никакая каска. Кстати, вот, смотрите, сейчас я буду подходить ниже. Здесь есть более такие уже брутальные камни. Сука, берцы надо одевать в такие походы, а не кроссовки. Очень больно, короче. Скользил вот так и боком кроссовка, резанулся в камень. Он такой, типа, как острый был. Твою мать. Вот, смотрите, ребята, какой огромный камень упал. Вот это один булыжник. Если такой придавят, то нас даже отсюда никогда не достанут. Или такой. От нас вообще ничего не останется. Все, Коля на днище. Иду туда, как Коля. Надеюсь, не поломаю себе ноги. Вот, ребята, можно сказать, что мы уже практически на днище. Смотрите, какие здесь большие камни под ногами. Короче, у меня поналипала куча всякого дерьма на ногу. Мне теперь неудобно ходить. Надо их как-то обстучать и обшлепить. Итак, ребята, мы находимся уже в самой глубокой точке. Коля говорил, сколько здесь уже? Минус 286 метров. Минус 286 метров. Хотя я думал, что здесь больше 300. Но, видимо, я что-то неправильно считал. Короче, мы все грязные. Смотрите, что с моим спусковым устройством произошло. Просто, просто капец какой-то. Покажите свои спусковухи, ребята. Восьмерка тоже с такими коржами. Гри-гри вообще, бедные гри-гри. Это очень печальная история. Это да, это пипец гри-гри, короче. Ладно, сейчас будем как-то выбираться наверх. В общем, у нас наверху остался еще наш товарищ Денис. Сверху должен кто-то один дежурить на веревке. Поэтому я сейчас быстренько поднимусь. Ну, мне хотелось бы быстренько. Посмотрим, как получится. Наверх. Я буду там сверху дежурить. Для того, чтобы Денис мог тоже вниз сюда спуститься. На улице еще очень светло. Хотя здесь находишься. Кажется, что, блин, уже сумерки скоро будут. Тут ребята вон даже подсвечивают, чтобы меня видно было. Потому что, ну, как бы здесь такое плохое освещение. Все, ребята, выхожу наверх. Ну что, ребята, я уже поднялся. Не могу сказать, что это было легко. Очень тяжело жумариться, когда веревки в таком дерьме. Все снаряжение у тебя в таком дерьме. Тебе в жумар, короче, залезла куча вот такого дерьма. И он протравливает. Камнепад какой-то серьезный сверху сыпется. Но я понимаю, что это не в мою сторону. Короче, ладно, Денис, пока сыпется камнепад, твоя очередь спускаться вниз. Так что давай. Я поднимаюсь, меняю тебя, и ты спускаешься вниз. Я подменяю на тот случай, если что-то снизу с ребятами случится, чтобы я мог максимально быстро добраться до верха. Ну, как бы и позвать какую-то помощь. Потому что, несмотря на то, что над нами вот тут небо сверху, связи у нас никакой нет. Я, наверное, грязный весь капец. Да, грязный сильно? Очень грязный, да? Ну, ребят, такое грязное видео. Я таким грязным еще никогда не был. Честно, мне хочется, когда мы вылезем, все просто, что на мне есть, сжечь. Оставлю только вот каску, камеру и снаряжение отмыть придется. Остальное все, блин, просто хочется уничтожить, сжечь. Ну, все, ребята, мы сейчас возвращаемся к стволу шахты и будем спускаться, подниматься уже вверх. А у какашки висит. Где какашка висит? Покажите рыжую какашку. Лыжая какашка. Гоупро, снять видео. Она еще бисит. Гоупро, снять видео. Да, очень красиво. Сталактиты, да? А, ну да. И легниты. Ну, что скажешь? Ребята, это просто лютая людь. Это просто жесткая жесть. Ну, реально, наверное, сегодня это был самый тяжелый экстрим. Вот, в моей карьере. Это было ужас. Мы ровно 13 часов. 13 часов вот мы в нагрузке физической. Я скажу честно, я поднимался, конечно. Вот иногда поступала паника. Было постоянно страшно. Не раз были обрушения. Я молился, наверное, не знаю даже сколько десятков раз. Я просто читал от молитвы, отче наш. Он просил, что Господи, дай мне сил. В конце я уже просил, пан эгирник, пожалуйста, можно я уйду из вашей шахты? Я больше никогда в эту вашу шахту не вернусь. Сейчас уберу веревку с ноги. Выпрями носочек. Подожди, блядь. А, твою ж мать. Дальше ноги пускай. Я шверевку-то еще зацепил. Я понял. Фу, осталось немножечко. Осталось, отстегнулся. Выйти через эту дыру и уже увидеть наконец-то ночное небо. Так хочется на поверхность. Настолько измождение полностью, полностью изможден физически. Эмоционально опустошен. Фух. Ребята, не делайте так никогда. Лучше смотрите это видео и сами никогда так не делайте. Ну что, ребята, мы уже наверху 13 часов позади. Полностью мокрые, грязные, голодные, уставшие. В общем, сейчас остатки веревок отсюда забираем. И вылазим на улицу, наконец-то увидим небо. Здесь, кстати, такое прикольное чувство. У меня давно уже сел телефон, я не брал с собой часы. Я не знаю, сколько часов. Я вообще понятия не имел. Я думал, может, там уже утро на улице. Может, не, я понимал, что это еще не утро, но... Короче, по-своему, это был такой эмоциональный отдых. Ну, физически, блядь ли, это можно назвать каким-то отдыхом. В общем, ребят, ладно, вылазим и будем заканчивать уже это видео. Миша, он конкретный. Миша, он конкретный. Это было сложно. ну было круто мне понравилось не пойдем даже за деньги не пойдете даже за деньги где мой телефон телефон камера хух ребята это было жестко же нет и долго ждал взяты с нами не пошел 13 даже часов 13 часов нас же не ждал на улице уже темно